Уважаемые коллеги, начинаем нашу очередную проектную сессию. Тема у нас сегодня формально очень широкая и очень, наверное, излишне, может быть, кому-то покажется эмоциональная. Но нам показалось, что поскольку проблема, она заведомо нерешаемая, и то, что говорят битые и убитые, то лучше все-таки начинать с принципиальных формулировок, а не чисто с технических предложений и решений. Потому что в этом смысле, мне кажется, это вообще ключевая проблема нашей русско-российской цивилизации, не побоюсь этого слова, это судьба русской деревни. То есть мне кажется, что вопрос крестьянской цивилизации, она всегда была крестьянской цивилизацией, русско-российской цивилизации, он сегодня в очень находится плачевном состоянии, и после известных научных, в кавычках, разработок той же госпожи Заславской, из Новосибирского, прошу прощения, у присутствующих есть представителей этого замечательного города науки, из Новосибирского отделения, тогда еще Академии наук СССР, о том, что проблема СССР, важнейшая проблема, тормозящая развитие сельского хозяйства, являются неперспективные деревни. Сегодня уже этот термин, за 40 лет, после диссертации Татьяны Заславской и создания ею целой научной школы по этому направлению, уже термин «неперспективные деревни» является не единственным, уже появился термин, который вы встретите в газетах, я вот помню, в дальневосточных газетах впервые встретил, и просто, честно говоря, неплохо стало, потому что уже «неперспективные поселения», то есть еще дальше все дело пошло «неперспективные поселения». И если серьезно к этому отнестись, вообще к этой проблеме, все мы эмпирику понимаем, знаем. Я внук крестьян, то есть тоже у меня своя родовая деревня, у нас у всех, мы все так или иначе из деревень имеем, либо родственников близких, корни в деревнях, и мы проблему все это понимаем. И здесь, в общем, по большому счету, большинство людей, с которыми я говорю, готовясь к этой сессии, они просто говорят, ну что тут обсуждать, тут уже все ясно, тут как бы вопрос клинической медицины, а не вопрос, скажем, каких-то интересных ходов, изобретений, вынесен деревне приговор, и это здесь все убито. Я почему начал с заслазкой, потому что мне хочется подчеркнуть все-таки этот важный момент, потому что дело в том, что мне раньше казалось, что все-таки вопрос, например, попыток сохранения деревень, развития деревни, он то, что называется аксиоматически, он не требует обсуждения с кем-то, но оказалось не так. Более того, мне очень нравится с точки зрения, вот тоже перед сном, чтобы лучше спать, нравится читать такую работу экономика и нравственности уважаемого господина Ясина, нашего бывшего министра экономики и научного руководителя высшей школы экономики, который в пункте 7 своей работы он написал, что традиционные русские ценности, они малопродуктивны, то есть они просто в нашей стране бессмысленны, их надо менять. Где он пишет в этой работе, что, как говорили, говорит давно, но он не цитирует Троцкого, но мы знаем, кто это слова, что мужика можно вытащить из деревни, но деревню из мужика вытащить невозможно. И, по сути, остатки деревни в мужике, если так говорить фигурально, словами Ясина и Троцкого, по сути, это главный тормоз наших реформ и модернизаций. Если мы все это довытащим, то у нас все пойдет правильными темпами и нормальные, нормальные западные ценности, они войдут в нашу кровь и плоть, и страна заживет бодро и весело, станет нормальной страной. Поэтому, мне кажется, это очень важно подчеркнуть, что вопрос спасения деревни, развития тем более деревни, это абсолютно неочевидный вопрос. То есть есть очень хорошо сформулированные позиции, где этого вопроса не существует. Или, допустим, у меня была микродискуссия, тоже меня, так сказать, честно говоря, ошарашившая, с господином Хлопонином, ныне являющимся вице-премьером, который просто сказал, что, говорит, такая проблема у нас главная в Красноярском крае, у нас главная проблема, что у нас 26% сельского населения. А мы же хотим идти к нормальной стране. А в нормальной стране 4% населения, ну как в Америке. Поэтому, говорит, как нам вот от 26% довести до 4%? Вы имеете в виду сельскохозяйственного сельского? Ну да, да, да. Сельского населения, если брать формально-статистические термины и так далее. Я, понимаете, на мой взгляд, проблема страшнее, независимо, то есть, не говоря о том, что больше, не говоря о том, сколько обслуживают эти проценты реально людей и так далее в экономике, той же Америки, Европы и так далее, так называемых западных стандартных традиционных экономик. Но я просто говорю про то, что вопрос закрытия деревень, он абсолютно не очевиден. Наконец, скажу последнее. Очень уважаю Владимира Владимировича Путина, просто являюсь верным путинцем во всех отношениях и так далее. Себя очищу под портретом Путина, каждый вечер сижу, думаю, правильно ли я все за день сделал и так далее. Но лет 6 назад Владимир Владимирович, он, например, в беседе с Фурсенко, недавно назначенным министром образования, он сказал, у нас, конечно, основная проблема сельской школы в том, что часто в сельских школах учить дороже, чем отправлять детей в Англию. Ну, если взять северный закон. Это, конечно, недопустимо. Так нельзя такие перерасходы вести на образование сельских детей, часто, когда в школах там их десятки детей. Потом дальше Фурсенко тут же в пандан подыграл, он сказал, что, ну, конечно, и качество образования там резко падает, потому что нужно нормальную школу, 3000 человек, первый П, первый там, Я класса и так далее. Да, там нормально можно набрать учителей, профессионалов, собрать, сконцентрировать и прочее. Поэтому мне очень важно зафиксировать, еще раз повторяю, что для меня очень важный пункт, может быть, я здесь как-то, ну, встречу недоумения, простые вещи такие говорю, но вопрос спасения русской деревни и сохранения русских деревень, это не является для многих проблемой. Ну и, наконец, в прошлом году отчитался, в этом году Басаргин отчитался в целом за два года, а за 20 лет отчитался замминистра, который, Минрегионразвития, который сказал, что за 20 лет закрыто 23 тысячи, уничтожены, 23 тысячи населенных пунктов, из них три поселки городского типа, там что-то такое, ну, а 20 тысяч – это то, что по стандартной классификации считается деревней. Вот, и это было сказано не с точки зрения, скажем, ну, катастрофы, не с точки зрения алармизма какого-то, а было сказано просто, ну, вот такая ситуация, потому что мы же знаем, он сказал, просто идет урбанизация, идет естественный процесс. Вот, идет урбанизация, и, соответственно, это произошло. Ну, действительно, то есть наступила зима, ожидать цветения роз не стоит. Вот логика. Вот это вот первый момент, который, то есть я к тому, что вопрос судьба русской деревни, смерти или новая яркая жизнь, он сформулирован в каком-то смысле с позицией, что деревня является абсолютной ценностью. Позиция, которая не является универсальной. Вот мне что важно. Потому что у меня, моя собственная позиция, нашего коллектива, она однозначна. Я считаю, что с каждой деревней мы на самом деле вырываем корешки, которые потом никаким московским асфальтом и гигантскими телекоммуникациями ничем не закрыть, никогда, ни за что. Я уже убираю вопросы, там, продовольственной безопасности и так далее, там, тысячи вопросов очень важных и прочих. Ну, а эта позиция, она является не единственной, в том числе официально, в том числе на высоком уровне, в том числе в виде научных работ. Потому что Заславская с Аганбегианом они проводили неперспективные деревни. И прежде всего по отношению к тому, что потом стало не Черноземье. То есть у нас по переписи 13% убыл населения в Магаданской области, как еще можно как-то понять, холодно, там, туда, колыма, песни сталинских страшных лагерей и так далее. Но в Псковской области у нас убыл 12%. То есть в этом смысле, ну, Псковская область рядом с Европой. То есть это не область, там, я не знаю, ну, в конце концов, Кировская, которая там где-то в центре, там, непонятно, вот, гигантская, там, затерянная, и все. То есть в этом смысле, вот как бы первая точка. Вторая точка, это вопрос, конечно, специально так подчеркнув в другую плоскость, это вопрос не мировоззренческий, я бы сказал, по сути, религиозный, потому что я первый обозначил. Потому что для меня вопрос это религиозный, потому что и не случайно крестьянство, как класс, то есть такое странное название для сословия, да, допустим. А второй вопрос, специально скажу технологический, потому что какие бы позиции кто не занимал, но, безусловно, и спорить здесь нечего, без наличия продуктивных технологий хозяйственного жизни, хозяйственной жизни, не буду говорить экономической, потому что экономическая, это очень лукавое слово, нас к экономике быстро приучили. Экономика может быть очень простая, чтобы тот один монополист цены опустил, и никакой у тебя экономики нет. Или поставили прокладки, так сказать, между производителем молока и торговцем молока, да, и, соответственно, там за 10 рублей, а там за 40. Куда идут эти 30 рублей, ну, никто найти не может, там максимум 5-10. То есть это экономика. Я говорю с точки зрения хозяйственной жизни, где, в общем-то, нормальный получается продукт, нормального качества, который, по крайней мере, в перспективном рынке имеет перспективу, в нормальном рынке имеет перспективу. И возникает вопрос технологий. Здесь, мне кажется, за последние годы две революции произошло, очень важная, буквально революция, я это слово говорю осознанно. Первая революция – это появление так называемых простых технологий, простых не с точки зрения, что они примитивные, надо различать, а имеется в виду, что простыми малыми средствами можно организовывать совершенно другую продуктивность на земле, либо с работами, связанные около земли. И второй момент – это, конечно, совершенно другой коренной пересмотр отношения и к культуре, условно говоря, сельской жизни, ну, я имею в виду, там, ремесла, в частности, агротуризм, то есть как бы все связано с обстоятельствами. Ну и, наконец, массированное движение всего развитого мира, без шуток, к органическо-экологическому питанию. То есть люди додумались, что непонятно, зачем, если у меня 10 километров от дома есть корова нормальная, которая дает отличное молоко, зачем мне нужно через океан, чтобы мне везли откуда-нибудь из Италии молоко, которое может 5 лет храниться. То есть непонятно, зачем это нужно, когда там его, чтобы оно 5 лет хранилось. По необходимости никто никого не хочет погубить, просто непонятно, да? И вот этот момент, который там в органическом земледелии, в огородничестве органическом, очень интересно там всякие теории 50-километровой зоны и так далее идет. Но это уже там можно обсуждать детали, но важно, что вторая революция связана с органической пищей, где совершенно другое отношение, собственно, к земле, к ее продукту. Я никогда не забуду в этом плане, где-то в году 92-м, такой год не очень, как бы, такой еще тяжелый, очень во всех отношениях для всех простых людей. Я приехал в село Казым, Ханты-Мансийского автономного округа, такое русское, хантынское село, и встретил счастливого американца, аспиранта, который писал кандидатскую, там, ну, не кандидатскую, а у них диссертацию, одна ночь, доп, так сказать, писал диссертацию на тему, он писал диссертацию на тему, соответственно, проблемы ханты, их народа, их будущего и так далее. Сейчас подойдут, там, по-моему, девушки. Вот. Ханты, проблема народа будущего. И я увидел его счастливое лицо, и думаю, что человек вот так вот, у американца может быть счастливый. А сказали, что просто, когда он приехал, его стали кормить простой сметаной, там, деревенской и так далее. И человек просто, он как охол от сала, как в анекдоте, он просто балдел каждый раз после приема простой деревенской, незамысловатой пищи. То есть у человека просто некие чакры открылись, он просто как-то заново увидел мир. Я это совершенно не шучу, потому что я потом с ним разговаривал, там, выяснял, он действительно просто в каком-то таком, чуть-чуть эйфорически, по-американски, в таком эмоциональном ключе, просто я впервые здесь понял, что такое еда и так далее, тому подобное. Но, вот эта вторая революция тоже очень важна. И третий момент, последний, у нас сегодня здесь люди, которые хотели выступить, их очень много, не буду отнимать у них время. Значит, и последний момент, это, конечно, вопрос, связанный с тем, как можно было бы консолидировать сегодня усилия, потому что, вот, и благодаря во многом, в частности, вот Глебу Владимировичу Тюрину, который здесь пришел к нам, и очень хорошо мы, в том числе, с ним и договаривались, вот такую сессию провести, собственно, это наше совместное планирование. То есть, сегодня много очень людей, в разной степени эффективности, в разной степени, там, харизматичности, но много людей, которые все-таки эти корни ощущают, и понимают, есть гигантская проблема, но уже и молодежи очень много, которые хочут ее решать, в хорошем смысле технологически. И вот, даже пример простой, Глеб Владимирович провел семинар в Астрахани, по-моему, недавно, да, где-то, вот, и я вижу, там, совершенно разные люди, заводят ЖЖ, просто они заводят ЖЖ, говорят, хотим этим заниматься, как этим заниматься, непонятно, как заниматься, потому что проблема очень важная, она жизненно необходимая, как делать, не знаем, но хотим ее обсуждать. То есть, в принципе, такое совершенно естественное, это никак, это не партийным съездом не вызвано, никакими деньгами, ничем, то есть, тут совершенно все как бы бесперспективно, в плане какого-то такого дешевого заработка и спекуляции, но волны идут, поэтому, на мой взгляд, в плане, собственно, технологически таком уже организационном, мне кажется, конечно, нужно обсуждать вопрос, и обсуждать, и простраивать, и разрабатывать, с привлечением совершенно на конкретных местах, вопрос модельных деревень, модельных деревень и сел. Вот мне кажется, если такие модельные деревни и сел начнем обсуждать, пусть их будет на первый раз 5-7, у меня есть 3-4, например, 10-20, но начав с модельных сел, начинать обсуждать, и делать точки эпицентра притягивания людей, потому что некий исход есть из мегаполиса, но все-таки исход на таком, в каком-то смысле отчаянии, он очень важен, но он мало что даст продуктиву, а нужно переходить, мне кажется, к более такой перспективной, общей задаче, собирая все имеющие здесь силы. Вот эти модельные деревни, мне кажется, тоже интересно было бы выделить, сообщество, оно такое же существует, и дальше доводить их до, в хорошем смысле слова, рекламы, рассказы о передовых практиках, успешных практиках, лучших практиках, как это правильно делается на Западе, то есть, начинать просто показывать маленькие успехи, большие успехи, для того, чтобы на этом обучать людей. Ну вот, я, собственно, свое вступительное слово закончил, и так, я считаю, что первый момент, абсолютно не очевиден вопрос сохранения деревни на сегодня, не для меня, а в целом, если брать формально общественное пространство, и я считаю, это вопрос мировоззренческим и даже религиозным. Второй момент, что существует уже сегодня очень много, но разрозненных, технологических предпосылок, для того, чтобы мы совершенно по-другому посмотрели на проблему деревни. И третий момент, мне кажется, что через отбор, создание, проектирование модельных деревень, можно было бы серьезно интенсифицировать вот это уже естественное движение, которое сегодня начинается в нашей стране, да, очень много интересных примеров во всем мире. Продолжение следует...